Итак, сет номер три. Продолжаем шедерную морозняковую зону, куда у нас входит не только сам воротничок, но еще лопатки, плечи, таз. И вот сейчас мы уже перешли выше к волосяной части головы. У вас значит, головы и уши, это как самостоятельный массаж может использоваться. Некоторые люди заказывают там 10 минут только череп массируют. Есть такие любители. Ну, а поскольку мы, то есть я вам покажу все, разная вариация, да, но когда мы делаем массаж спины, естественно, все это сокращаем, заключаем до двух минуточек буквально. Значит, вот мы подошли, закончили прошлый сет, натянули на себя, да, тут же вытащили, леопард вытаскивает когти из полушечек и устанавливаем руки здесь, вот по заточной кости. Да, они точно встали, как раз на акукупунктурной точке и по очереди мы их продавливаем. Раз, два, три, четыре. Как будто бы на пианинии играем гамму. С вибрацией такой. Далее находим ямочку, где атлант, рядом прямо с черепом, да, большой затылочный отверстий, куда позвоночек входит в череп. Вот туда. Коготь орла зацепился за череп, подняли его, натянули на себя и протрясли. Делать с левым пальцем, чем вам удобнее, тем наделать можно большим. До вот этой косточки, выступающей, да, тут примерно получается три точки. Три компунктурной точки. Точки конфуция называется. Вот тут хорошо видно, вот оно, да, вот этот выступающий бугор и вот большой затылочный отверстий. Вот между ними получается три точки, вот так вот, да. Вот все их мы прожимаем. Некоторым, кстати, очень приятно, говорят, прям в мозге так просыпаются, трезвеет человек сразу. Раз, два, три. И переходим на саму волосную часть. Мягко разминаем вот эти вот сухожилия. А любые мышцы вот заканчиваются сухожилиями, да, и получается на голове у нас сухожильный шлем. Почему нужно плюс к спине еще и затрагивать голову, да, потому что главные боли от этого идут. Если мышцы закреплены, да, то они сухожилия натягивают и они сжимают черепную коробку, человек повышается немножко микроциркуляция черепа, да, чуть-чуть давление. Головные боли, мигрени, там, метеозависимость, да, получается. Поэтому эти сухожилия, там, мелкие мышцы есть тоже. Не будем вдаваться в подробности, да, просто все подряд. Растираем с пиралевидными движениями, легкими волнообразными движениями. Вот такие методы вот приятно обычно бывают, да. У кого волосяная часть короткая, да, волоски короткие, то можно прям лапа леопарда. Вот прямо натираем достаточно жестко, хаотично. Вот так вот, все подряд натерли и спускаем сверху вниз. Далее берем кожу, вот так натягиваем, да, и валик запускаем сверху вниз по черепу. Вот получается несколько линий прохода у нас. Раз, два, три, четыре. Вот валик, 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 гоним, да. Таким образом ускоряем лимфоотток. Все идет по массажным линиям, которые как бы обнимают ухом, вот так вот, по линиям уха. Теперь вот так вздеваем пальцы, да, получается у нас вот такой инструмент, который мы сжимаем кожу, и получается такую грядку делаем. Раз, грядка, два, грядка, ну тоже, сколько у кого получится? Три, четыре, грядка. Раз, два, три, четыре. Такими грядками проходим. У кого достаточно объемные волосы, да, можно захватить за волосы и прям протрясти их, растянуть весь череп. Вот так вот проходимся, да. Теперь, где родничок, да, лоб человека, да, родничок. Вот это место нам надо немножко присесть и вот сжать вот так вот плотно сжимаем. Там складочки появились. Держим, держим, держим. Примерно минуту. Держим, 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 держим. Кровь сюда прихлынула. Напряжение растет, растет, растет. И потом мы резко отпустили. Напряжение ушло. И мы помогаем легкими движениями вот так вот это все снять и спустить вот туда. К лимфоузлам, ближе к подключичной зоне. Поэтому проходимся не только по верху черепа, да, а еще и по ушам и по боковой части счета. Вот туда вот так вот проходим. Все тоже вот спускаем. Это все туда вниз. Далее, где руки остановились, там мы продолжаем, да. Акупунктурные точки за ухом. Вот черепом прямо вот продавливаем их, прожимаем. Только вот со стивидного троса, да, вот он получается. Ниже его не идем. Здесь не давим. Там лимфоузлы, да, можем случайно попасть лимфоузлы передавить. Вот только по костям, где кость идет. Продавливаем. Последняя точка, где ухо крепится. Сверху, да. И, ну, соответственно, с обоих сторон симметрично делаем. И разминаем ухо. Ухо разминаем хаотично. Растерли его. Свернули там, как шаурма. Свернули, сложили конвертиком. Как хотите. В эту сторону, в эту, выгнули по-всякому. Вот мы его размяли. Так достаточно жестко растянули. И теперь здесь, давайте еще гуглубуком покажем человеку. Здесь у нас, как бы, аккумуляторные точки располагаются, вот, форма уха напоминает зародыша, перевернутого вверх ногами. То есть вот у него голова. Вот пошел хребет, да, поясница. И сюда вот уходит копчик. По внутреннему ободку, там точки внутренних органов. Здесь руки, тут ноги, половая сфера, вот тут желудок, сердце. А на голове, соответственно, есть вот глаз, есть ухо, вот точки. Причем рисунок уха у всех индивидуально, мы это знаем, да. И он похож на самого человека. Если его мозг на два полушария разделить пополам, вот так вот, да, то внутри будет нарисован рисунок его авторского уха, да, своего собственного уха будет отражаться здесь. То есть зоны мозга, они сочетаются с ухом. И поэтому эти проекции, по принципу голографической реальности вселенной, они повторяют весь организм, да, проекции всего организма. У меня были такие случаи, когда вот у женщины болело вот это вот место, да, справа от позвоночника. И по диагонали, противоположно ухо, соответственно, а у нас все по диагонали работает, да, то вот тут мы ей прижигали эту точку. И, как ни странно, за один сеанс у него отпустило поясницу. То есть массажем мы не смогли это добиться, да, а вот таким прижиганием смогли добиться. Ну вот, соответственно, мы продолжаем работать с позвоночником. Не с ушами, видите, мы с позвоночником работаем. Прищепляем, как бы, все эти точки по внешнему ободку, по внутреннему ободку. Ну, кому надо, можете посмотреть карты и схемы, там, если конкретно вы занимаетесь лечением, там, ноги или почки, да, или, там, половых функций, то можно там конкретные точки найти, да. А так, для общего массажа мы проходимся все подряд. Теперь, вот, где мышелок, заканчиваясь верхней часть, да, вот тут стыкуется челюсть. Здесь вот прямо рядом, раз, два, три точки, вот, или маленький, совсем рядышком, раз, два, три, прожимаем. Далее вот пошла височная зона, да. Как мы видим, волосяная часть черепа идет вот так, вот тут, где скула, вот так идут волосы, вот получается квадратик такой, видите. Вот по линии этого квадратика идут точки, которые спасаются, кстати, от головной боли. То есть вот первая точка, они такие болезненные, чувствуешь? Ага. Вторая. И третья. Вот. Это если надо, вы прям на них можете попасть. Если не надо попадать, да, то просто всеми пальцами сразу вот так вот раз, вибрации протянули вверх, развернули руки, и вот туда прошлись, углодя лимфу вот туда. Здесь сильно не жмем, здесь мягче, с этой стороны идем мягко. На голове и на висках можно сильно, прям совсем сильно можно. А вот туда вот уходим, и тут мягче, за боковых. На боковых мышцах мягко, даже вот с этой стороны руки. Сливаем лимфу вот туда поглубже, мягенько, мягенько, мягенько. Далее точки шоу-линии, так скажем, да. Это вот пополам делим череп, по сантиметру от центральной линии отступаем, и по два сантиметра друг от друга вот так последовательно идут точки. Это как продолжение позвоночника, акупунктурной точки. Они вот так вот продолжаются, продолжаются, продолжаются и идут по черепу. Почему шоу-линии? Потому что они на волосы стриглись, да, и на этих местах иероглифы ставили. Когда там мальчик смотрел на своего отца, он по этим иероглифам там определял, какая точка что значит. А мы просто их условно прожимаем, да, достаточно сильно, с вибрацией. Все точки, естественно, нажимаются перпендикулярно в тело человека, в данном случае в череп. Вот. Со временем вы пока хаотично делаете, да, но со временем вы будете попадать в определенные ямочки. То есть вот так вот раз находим, там определенные будут ямочки вот в этих местах, вот. Находится там в них. Также тут вы найдете определенные ямочки, там будут. Как бы случайно вы в них попадаете. Доходим до основания черепа. И опять вот это, где мы играли на рояле, да, прожимаем эти точки. И далее пошли по точкам вот на этой поверхности. Значит, что нас интересует. По центру шеи паравертибральные мышцы вот эти вот, да, прямо, вертикально вниз продавливаем. Отличие в чем. Вот эти точки были акупунктурные, да. Мы на них действуем методом шаотсу. Ввинтились и вывинтились. Эти точки уже триггерные. Они действуем другим способом. Мы на вдохе, просим человека вдохнуть, да, с задержкой дыхания давим уже секунд 15 примерно. То есть тут на каждую точку, там, две-три секунды, да, уходило. Тут 15, а то и 20 секунд. Если проблемная зона, прямо вот ее можно вот по 20 секунд каждую точку там продавить. На выдохе он отпускает. Мы не отпускаем, а он отпускает через боль, отпускает эти мышцы. И, соответственно, мы потом тоже резко отпускаем. Получается дополнительный эффект шланга, когда кровообращение замедлилось. Отпускаем и оно потекло. Как пробка выбивается и устраняется спазм у человека. Значит, первую точку давай на вдохе. Вдох. Держи, держи дыхание. Держим, держим, держим. Больно? Угу. Так, еще выдыхаю потихонечку. И расслабляем это место. Расслабляем. Вот, 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 вот. Он расслабил, а мы отпустили. Второй точке, вот прям по центру. Там блуждающий такой вот будет нерф, да. Мне тяжело попасть, но постарайтесь его зажать все-таки, да. Опять перпендикулярно. Вдох. Это болезнь. Ничего. Потерпи, потерпи. Держим, 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 держим. Выдыхай и расслабляйся. А мы отпустили. Когда он расслабляется, мы прям чувствуем, мышца была зажата. Он выдыхает и она такая раз и растеклась. Прямо знаете, вот чувствительность пальцев потрясающе проверяется. Следующая точка, середина вот этой мышцы, да. По центру вот берем. И в него перпендикулярно вдох. Тут, кстати, шишки часто у человека такие бывают мышечные. Держим, 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 держим. Выдох. Вот, пускаешь, вот, вот, растекаются мышцы. Теперь под этой мышцей и вот этой мышцы, да. где они, вот, шейные мышцы, индикаально стыкуются с трапецией. И вот в этот уголок надо попасть. Фактически мы попадаем в первое ребро. Можно даже самому себе эту точку вот найти и продаюсь верстикально вниз. Расслабляется, потрясающе. Все, практически весь плечевой пояс. Иногда идет такое даже тепло, прострел такой в руку. Значит, вот подняли эту мышцу. Вот туда зашли, вот он, да. Покажи, спереди, наверное. Вот так вот. Раз. С двух сторон. Будет болезненно, предупреждаем. Вдох. Держим, держим. Расслабляем мышцы через бой. Расслабляй, да, и выдыхай потихонечку. Еще, 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 еще. Расслабляй, расслабляй, плечи напряжены. Вот, а мы еще держим, 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 держим. И отпустили. Больно было? Ага. Вот, знаешь, попали куда надо. Следующая точка, это где крепятся мышцы, да. В ямочке кармельная отростка, только чуть-чуть на сантиметр отошли от ямочки, да, вот рядышком. Вдох. 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 напряжение со спины спадает а дыханием вот отпускать их они теперь то чуть быстрее показываю да следующая вот тут . вот тут она по центру получается вот лопатка да вот по центру лопатки вдох но опять же все точки каждому человеку проходить не надо это только если есть какая-то проблемная зона до которой массажем не выбирается дальше вот задний пучок дельты и вот этот круглой мышцы да вот между ними попадаем сюда вот тоже страшно болезненно вдох петербург начала человека держим 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 отпускаем было больно до 1 круглой мышцы закончилась большая началась мало круглой мышцы вот между ними получается вот ведь вдох и для профилактики все точки хороши теперь вот уголок нижней лопатки да здесь где она держит вот он где он оказывается ведь тут кого в саму . попасть тяжело да поэтому целая зону тремя пальцами или двумя пальцами получается под вот этим углом давление следуем упали вдох мышцы расслабляй молодец а . видите остаются следы до чтобы они не оставались все-таки потом давайте разомнём 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 чтобы кровь немножко там заиграл и спазмики наших в сторону вот на этом мы закончим сет номер три дальше перейдем к свету номер четыре это уже будет у нас декомпрессия шеи и уход в это возврат кто если мы делали этот и сделал массаж спины да если массаж спины не делали от украшенного духовного цвета номер четыре не нужно декомпрессия покажу это упор дай делаем в затылочную кость именно да а большим пальцем получается как пружина работает да отодвигаем трапеция трапецию и в кости вот уперлись в кость кость в кость вот эти растяжение ку идет растянули и в противоположную сторону вот уперлись в кость аккремиальную и тут в череп вот тянули и круговыми спирали его разными движениями ушли вниз теперь все наши движения пойдут только вниз только вниз вот если вы хотите посмотреть сет номер четыре то оставайтесь с нами а если вам еще не понравилось отключайтесь и ни в коем случае не подписывайтесь на этот канал пока пока с вами был олег олах